Ай-блу-ла-буди-ла-буда, на-на-на-на-на-на-ла-буди-ла-буда Всем привет, подписчики и зрители канала. Я долго думал выпускать этот ролик, либо нет, потому что относительно недавно на канале вышел ролик с подобным содержанием. Назывался он «На чём сэкономить при сборке ПК?», я там излагал собственное мнение. Озвучил я его на целых 20 минут, и комментаторы разделились на два лагеря, где одни меня защищали и говорили, что, ну, в принципе, ролик годный, полезный для себя, что-то новое узнал. Часть говорили о том, что я потратил бессмысленно 20 минут их времени и говорил какие-то суперочевидные вещи. Понял, исправляюсь, и сегодня мы на повестку дня выносим очень интересную тему, связанную она будет со скоростью интернета. Это такая горячая, такая, не знаю, пуканогорящая тема, которая, безусловно, должна вылиться в дальнейшем в несколько видеороликов. Но давайте сегодня постараемся суперкратко её как-то обмусолить и в комментариях уже для себя решить, пусть и поверхностно, но тем не менее решить, какая скорость интернета для кого будет оптимальной. Либо, наверное, давайте, знаете, даже не так будем делать, потому что если опять мы будем отвечать на вопрос, какая скорость для кого оптимальна, это будет суперочевидно. И в конце концов все придут к выводу, что в зависимости от потребностей мы выбираем скорость интернета. Это будет не так. Какая скорость интернета в среднем в 2019 году в современной России является оптимальной? Вот это уже другой разговор, это уже интересно. Давайте начнем с чего-то малого и в дальнейшем перейдем к уже большому. Под малым я подразумеваю низкую скорость интернета, но это пусть будет там от 2 до 15 мегабит в секунду. Это на самом деле очень интересная группа, потому что если поразмыслить, типа можно сделать вывод. Преимущество такой скорости заключается в том, что абонентская плата за интернет копеечная, и типа люди экономят. На самом деле не так, и скорость примерно там даже от 2 до 20 мегабит в секунду у тех людей, у которых физически очень сложно провести нормальный интернет. Это какие-то деревни, села, возможно многоквартирные дома в каких-то, я не знаю, люто вторичных регионах. И там как раз таки мы встречаем парадоксальную ситуацию, когда у нас интернет работает, например, при скачке того же самого фильма с торрента со скоростью 300 кбит в секунду. И одновременно с этим абонентская плата в месяц за такой интернет может достигать 800 рублей. Безумие? Да, безумие, но это имеет место быть. Какие плюшки мы с вами получаем, когда у нас такой интернет? Ну на самом деле, если мы используем только домашний компьютер, преимущества по большому счету нет, потому что скорость у нас маленькая, мы с вами не можем смотреть Full HD видео, либо можем, но с подзагрузкой и в дальнейшем с тормозами мы с вами очень долго скачиваем потоковое видео, стримить мы с вами не можем даже в самом-самом низком качестве. Ну, само собой, ни о каких 4К проектах через сеть и подобным даже думать не надо. Даже потоковое воспроизведение видео в HD, это та еще забота. Можно на самом деле посмотреть IP телевидение в низком качестве, в качестве 360p плюс-минус. Будет лагать, но плюс-минус будет смотрибельно. То есть фризы будут, но их будет не так много. Среднескоростные тарифы интернета. У себя в голове я держу цифры такие, как от 30 мегабит до 100 мегабит в секунду. Тут уже ситуация более понятна. У большинства провайдеров, таких как Beeline, Ростелеком, либо Думру, есть отдельные тарифные планы, которые подразумевают интернет, например, на скорости 30, либо 50 мегабит в секунду. И дополнительной плюшкой является еще определенное количество каналов к телевизору. Мы с вами понимаем, за что платим. Мы с вами понимаем целесообразность уплаты, абонентской платы за, ну вот, такой пакет, грубо говоря, привилегий для нас. Какие плюшки? Это, само собой, стоимость. Для сравнения, у Beeline на 30 мегабит в секунду стоит всего 300 рублей. Безусловно, я сравниваю город, не окраину, я не говорю про деревню, где физическая возможность прокладки качественного кабеля оставляет желать лучшего. И, безусловно, я, конечно же, говорю о ситуации в России, потому что за рубежом таковых проблем, как у нас, нет. То есть, нет такого, что ты живешь в деревне в 10 километрах от уральской столицы, а у тебя скорость 100 килобайт. Представляете? 100 килобайт. То есть, даже для того, чтобы тебе посмотреть видео, тебе нужно для начала в 360 пи его прогружать. Ну, так оно и есть. Итак, 30-100 мегабит в секунду. Плюшки обозначили, что мы с вами еще можем сделать. Помимо пользования компьютером, мы, само собой, можем с вами уже подключить роутер. И преимуществом такого интернета является то, что, ну, практически на любом канале у вас не будет урезаться скорость. Для тех, кто в танке, хочу сказать, что роутеры сейчас работают на двух стандартах. Ну, большинство роутеров, безусловно, есть уже Wi-Fi 6, есть две сети 5-герцовых. И у меня вот роутер сзади меня стоит такой. Отошел. 2 ГГц и 5 ГГц. Если мы с вами говорим о суперскоростном интернете, то на скорости 2 ГГц у нас конечная скорость скачивания будет ниже. Если я не ошибаюсь, на 2 ГГц скорость приема данных не больше 70 Мбит в секунду. На 5 ГГц скорость может улетать вплоть до Гигабита, но опять-таки все, конечно же, зависит от роутера. Итак, имея относительно нескоростной интернет, но одновременно с этим и немедленный, ну, возьмем там, да, вот опять-таки около 30, 50, 60 Мбит в секунду. Мы с вами просто подключаем практически любой относительно дешевый роутер и получаем качество интернета по всей квартире для всех клиентов примерно одинаковое. Мы с вами уже при таком интернете можем скачивать фильмы без какого-то длительного ожидания, можем смотреть видео в Full HD, можем стримить, но в низком качестве. Одновременно с этим YouTube видео на скорости 50 Мбит в секунду могут смотреть, если я не ошибаюсь, 6 пользователей в 1080p, то есть в Full HD. Да, потому что одно видео в Full HD забирает примерно 8 Мбит, а 6 на 8, 48, все верно. 6 клиентов одновременно могут смотреть Full HD видео без тормозов. Довольно неплохие показатели, как считаете? Золотая середина, этакий эталон современной России, это 100 Мбит в секунду. Связано это с тем, что цены относительно невысокие. Большинство компаний пытаются привести в свои ряды новых клиентов путем демпинга. Таким образом, иногда можно найти 100 Мбит в секунду за 500, за 450 рублей. В общем, за относительно смешные деньги и смешные в сравнении с тем, какая ситуация у нас с вами была 4-5 лет назад, когда за 100 Мбит некоторые требовали по 1000 рублей. Те, кто живут в Екатеринбурге, я думаю, со мной согласятся и вспомнят такого провайдера, как Akada Ural, который за 100 Мбит брал 1000 рублей. У меня был такой интернет, это было безумно дорого, но, тем не менее, такие времена были. Итак, что мы получаем, когда имеем такой интернет? Во-первых, мы платим относительно немного, мы с вами можем пользоваться роутером, и по большей степени мы не ограничены в количестве девайсов, которые могут подключаться к интернету для того, чтобы получать информацию из интернета. Я могу одновременно скачивать видео, проекты, софт, потоковое видео какое-то смотреть. В принципе, на всех клиентов всего этого хватит, но этого хватит в низком качестве. То есть, если один клиент будет смотреть видео в Full HD, а я буду выгружать какую-то софтину из торрента, то для третьего клиента не останется скорости, ну, практически совсем. Одновременно с этим, если я буду играть, например, в Apex, и у меня телефон Samsung захочет обновить все мои приложения, которые я не обновлял полгода, он будет тянуть по Wi-Fi данные, и у меня будет потеря пакета в игре. 100 мегабит — это оптимальная история, если вы понимаете, как пользоваться интернетом, если вы знаете, как выставить приоритеты при работе с какими-то интернет-задачами. Если вы живете в большой семье, и у вас постоянно, например, дети лазают в интернете, либо вы сами еще не имеете там ребенка, не имеете жены, там вам 18-20 лет, например, живете с родителями, у вас есть брат-сестра, если все ваши члены семьи сидят в интернете, 100 мегабит — не лучший выбор. Он лучше в плане стоимости, но в плане качества интернета, в плане скорости интернета он не лучше. Но представьте, что 100 мегабит — это в моем случае через провайдера Dom.ru я имел, ну, дай бог, что 7,5 мегабайт. Никуда от этого не деться, а 7,5 мегабайт — это действительно мало, особенно если я скачиваю какой-то проект, а я постоянно что-то скачивал, потому что мы всегда смотрим фильмы, я не смотрю телевизор, я всегда их скачиваю. Я всегда скачиваю какие-то обновления для программ, у меня всегда обновляются всякие Windows, Windows, и если, не дай бог, я чем-то занимаюсь в интернете, будь то загружаю видео на YouTube, либо, например, играю в какой-то интернет-проект, в какую-то игрушку, и у меня правильно что-то обновилось, у меня бесконечные потери пакетов, баги, лаги, в общем, это все не доставляет ни малейшего удовольствия. Но, тем не менее, этот тариф является максимально целесообразным для того, чтобы именно начать знакомство, и если у вас есть, конечно же, возможность подключить вот те самые 100 мегабит за адекватные деньги в том месте, где вы живете. Ну и сразу такой забавный прыжок вверх, 300 мегабит и выше. Я мог бы потом сказать, что 600 мегабит и выше, но смысла я не вижу, на самом деле, об этом говорить. В данный момент у меня у самого 600 мегабит в секунду, и... Ну, давайте поговорим, для кого интернет 300 мегабит в секунду, и какие плюшки получает пользователь. Начнем с того, что мои 600 мегабит в секунду обходятся в 750 рублей в месяц, если я не ошибаюсь. И вот я начал ролик с того, что есть низкоскоростной интернет, это там от 2 до 30. Обычно этот интернет в деревнях, где люди, безусловно, нуждаются в интернете, нуждаются в новостном каком-то материале для того, чтобы быть в курсе, что вообще происходит в мире. Они платят за вот эту вот супермаленькую скорость, иногда 700, иногда и даже 1000 рублей, получая взамен там 200-300 килобайт в секунду, супермало. Одновременно с этим в Екатеринбурге можно на 600 мегабит обменять 750 рублей каждый месяц. Парадокс? Да, это парадокс. И если вы думаете о том, что максимально быстрый интернет спасет вас от абсолютно всех проблем, связанных с интернетом, у вас все будет летать, то вы немного ошибаетесь. Сайты не будут грузиться так быстро, как вам кажется. Если вы до этого сидели на 100 мегабитном интернете, а сейчас у вас 600 мегабит, это не означает, что каждый сайт будет открываться в 6 раз быстрее. Вы просто будете упираться в производительность вашего ПК. И у вас может быть абсолютно любой мощный компьютер. В принципе, исходя из движков сайтов, исходя из их неоптимизированности, вы не сможете открывать сайты быстрее в 6 раз. Я вас уверяю, вот вы сейчас видите пример очень важный для всех нас, это магазин ComputerUniverse.net, как он открывается на 100 мегабитном интернете и как он открывается на 600 мегабитном интернете. Как видите, разница, конечно, небольшая. И да, безусловно, если вы живете один и вам не нужен Wi-Fi роутер, вы просто подключаете LAN кабель к своему компьютеру, если у вас материнская плата поддерживает гигабитный порт, вы в шоколаде. Вы используете возможности вашего провайдера на все 100%. Но, конечно же, имейте в виду, что для того, чтобы, в принципе, подключить вам что-то отличное от 100 мегабит, вам необходимо заменить кабель с 4 жил. Это Ethernet кабель, ну, обычный LAN-овский, на 8-жильный. У меня он был, поэтому просто поставили порт в щиток на площадке и сразу появился интернет 600 мегабит в секунду. Итак, если у вас семья, если вы решили для себя, что 600 либо 300 мегабит оптимальный для вас выбор из-за того, что вам нужно стримить, из-за того, что ваша основная работа связана с интернетом, из-за того, что вы просто, например, любите кучу фильмов скачивать и раздавать, из-за того, что вы постоянно что-то обновляете. Но одновременно с этим у вас есть дети, которые также постоянно смотрят YouTube. Жена, которая висит в Инстаграме и, возможно, даже еще и работает также в интернете. Вы понимаете, что 100 мегабит, ну, 100% не для вас, ну, супер это мало. 600 мегабит для вас. Вы должны позаботиться о том, чтобы у вас был качественный роутер, о том, чтобы все ваши устройства, которые подключались к компьютеру, имели современную сетевую плату. Потому что вот у меня тут рядом стоит телевизор LG OLED 55, там, C8, по-моему, как-то так называется. У него сетевая плата всего до 100 мегабит в секунду. Несмотря на то, что у меня роутер, ASUS там 11000, что-то там написано у него. Несмотря на то, что у него аж целых две сети 5 ГГц, мой телевизор принимает сигнал с роутера, а интернет подает сигнал в роутер на скорости 600 мегабит в секунду, телевизор не сможет принимать физически больше 100 мегабит в секунду. Типа, если вы решили, что все ваши устройства будут использовать интернет на максимум, на самом деле это не так. То есть, даже если вы сейчас зайдете в характеристики вашего компьютера, найдете сетевую плату и посмотрите скорость интернета, то у вас будет написана скорость провайдера. Например, 600, 100, там 50, 300 мегабит в секунду. Но это не означает, что это ваша реальная скорость. Это максимальная скорость соединения от кабеля до вашего роутера, от роутера до вашего компьютера. Это все понятно. Этот мост, он и будет такой. А вот дальше реальная скорость интернета от роутера к вашим устройствам, от роутера к вашему компьютеру, она будет отличаться. Потому что скорость интернета эта величина изменчивая, она не может быть суперпостоянной. Имейте также в виду, что если у вас есть какой-то старый ноутбук, он наверняка работает на протоколе 802.11 какой-нибудь G, который, например, не может физически вытягивать больше 30 либо 40 мегабит в секунду. А если вы озадачились стримить с этого ноутбука и думаете, что, ну окей, 100 мегабит у меня сейчас есть, я кое-как стримлю в плохом качестве, у меня большая семья, забираю весь интернет, поставлю ее 600 и буду стримить на этом ноутбуке в 4К. Ну пусть там окей, даже в 4К это невозможно. Full HD, например, на нем. То есть там ноутбук года какой-нибудь 2011-2010. Вы запускаете все, запускаете спид-тест и понимаете, что у вас ничего не изменилось. Те же самые мегабиты, те же самые мегабайты, та же самая скорость приема и передачи данных. Такое происходит из-за того, что сетевая плата, сетевая карта на этом ноутбуке просто устарела. И очень много таких устройств у вас дома находится, я уверен, у меня таких устройств хватает. Поэтому, друзья мои, подумайте несколько раз, стоит ли вам вообще задумываться о высокоскоростном интернете, даже несмотря на его привлекательную стоимость. Потому что по факту реализовать его всю потенциально возможную мощность будет очень и очень непросто. По факту у меня сейчас ноутбук может работать на скорости, которая обозначена в тарифных планах моего провайдера. И я использую ноутбук типа на 100%, компьютер использую на 100%, телефон по параметрам speedtest.net у меня показывает скорость 250-280 мегабит в секунду. А напомню, у меня должно быть 600. Телевизоры не больше 100, всякие умные дома не больше 100, а то и некоторые не больше 50. Вот такая вот ситуация. Конечно же, не забывайте еще и о том, что если вы выбрали тарифный план 600 мегабит в секунду, вам нужен гигабитный роутер. Но это логично. И одновременно с этим вы должны забывать про сеть 2 ГГц. Потому что сеть 2 ГГц ни в коем случае не сможет обеспечить вам скорость интернета больше 100 мегабит в секунду. То есть, если у вас 600, а вы сидите на 2 ГГц, смысла в этом нет абсолютно никакого. Можете оставить ее для гостей, которые приходят там для того, чтобы проверить сообщение на почте, либо ВКонтакте зайти, но для вас должна быть обязательная сеть 5 ГГц. А у 5 ГГц есть какие проблемы? Во-первых, это, ну, типа, да, свободный канал, и у нас качество сигнала может быть лучше. Но в целом, дальность приема сигнала у 5 ГГц хуже, и 5 ГГц поддерживается новыми устройствами, а некоторыми старыми из-за каналов она может не поддерживаться. Поэтому будете вылазить в настройки роутера, постоянно менять каналы. В общем, катавасия это будет та еще, которая вам, конечно же, не понравится. Отвечаю на вопрос, который я задал в самом начале. А какая скорость интернета является оптимальной? Вот, честно, положа руку на сердце, я считаю, что 300 Мбит в секунду, несмотря на то, что я перед этим сказал, является оптимальной скоростью. Оптимальная цена, оптимальная скорость, которая позволяет сделать абсолютно все задачи, которые вы предполагаете, когда говорите о том, что вам нужно взаимодействовать с интернетом. Стримить можно, скачивать можно, смотреть можно, раздавать можно, несколько клиентов в сети можно, несколько клиентов делают одно и то же, да тоже можно. Я могу у себя открыть 5 вкладок с Full HD видео, и у меня девушка может также открыть у себя 5 вкладок с Full HD видео. Одновременно с этим мы можем смотреть с моего жесткого диска 4K видео, которое также через интернет у меня потоково идет на телевизор. Прикольно ли это? Да, это прикольно. 600 Мбит имеют смысл за то, чтобы платить за них? Типа целесообразно ли использование такого количества Мбит? Я считаю, что нет, потому что я ни разу, ну нет, наверное, раза 3 всего нагружал эту сеть, грубо говоря, нагружал свою сеть по максимуму, то есть требовал от нее все то, за что я плачу. 300 Мбит это оптимальный выбор. 100 Мбит, мне кажется, это сейчас уже маловато. Все, что меньше, я прекрасно понимаю, друзья, что у некоторых нет возможности ввиду того, что находится за городом, но вот, к сожалению, мы с вами в такой ситуации находимся. Тут, как говорится, не попишешь. Вот такой ролик получился. Если вам он понравился, если вам понравилось то, что я сказал, если не понравилось, пишите комментарии, согласно со мной ставьте лайк, не согласны ставьте дизлайк. Я очень лояльно к этому отношусь, ведь мое мнение является субъективным, и ваше тоже, а несколько мнений в комментарии, оно типа может раскрыть нам истину, а может и не раскрыть. Может быть, мы все с вами будем заблуждаться. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Блин, подписывайтесь под этим видео. Подписывайтесь, прямо напишите комментарий. Подписываюсь, все, не нужно подписываться на канал. Просто пишите, подписываюсь. Шутка, всем пока. Продолжение следует...